Участок по обслуживанию повысительных станций так называется он сейчас, но история этого места началась еще в 1978 году, когда в районе областной больницы было построено водозаборное сооружение для обеспечения водой медицинского городка. Позже произошло перепрофилирование водозабора в станцию третьего подъема, она стала частью водоснабжения города, а еще спустя время станция прошла реновацию. В 2016 году насосное оборудование было заменено на современное и энергоэффективное, что важно, ведь именно благодаря этой системе все здания в медицинском городке получают бесперебойную подачу воды. По трубопроводам подается вода из распределительной сети к насосному оборудованию, где сама система завязана так, что повышает давление и уже передает в сеть повышенного давления. И таким образом все, что свыше пяти этажей или те корпуса, в данном случае как областная больница, которые нуждаются в определенном высоком давлении, они, получается, снабжаются уже водой. Работе на предприятии Брест-Водоканал Александр Грицук отдал 27 лет, большую часть этого времени на повысительные станции третьего подъема областной больницы. Он почетный работник системы ЖКХ, а участок, которым он руководит, обслуживает 39 повысительных станций в городе, также контролирует работу колонок и выполняет услуги населения по подключению частных домовладений к городской системе водоснабжения и водоотведения. В его подчинении 12 человек, к каждому из которых он нашел подход, что говорит о нем, как о грамотном руководителе. Как человеку он очень тактичен, он всегда находит подход к каждому сотруднику, что очень важно, потому что атмосфера в коллективе, она влияет и на работу. Согласитесь, когда коллектив способен задержаться на работе, выйти в выходной день, выйти в ночь поработать, при этом не кричать, что у меня ночь, я отдыхаю, это очень важно. О том, что пришел когда-то в Брест-ВД-канал, Александр Грицук не жалел ни дня. Для него работа – это не только решение бумажных вопросов. Как шутит он сам, у него и его команды жизнь на колесах, как у цыган. Но и это ему нравится, ведь он знает, зачем и для кого он работает. Для людей. Я не жалею, что отдал 27 лет этой организации. Я люблю свою работу, она мне нравится, готов еще работать. Наша задача заключается в быстром устранении этих неполадок для обеспечения потребителей водой. Особое внимание надо уделять у нас областной больнице, потому что здесь медицинское учреждение и есть некоторые аппараты, которые без воды не могут быть. Это такие, как гемодиалис почки, сушка плазмы, ну и еще многие другие. Хирургические операции тоже не могут быть без воды. Наша цель и задача – предоставить воду. 50% коллектива Брест-Водоканала работают уже более 10 лет. Порядка 30% сотрудников работают более 20 лет. Это говорит о стабильности и положительно сказывается на общей работе предприятия. Если человек работает много лет на предприятии, он знает и технологию, знает людей, знает сам участок работы. И если сравнить человека, который проработал год, потом ушел опять учить новых людей, тоже это затратно. И во-вторых, техника, которая обслуживается, тоже требует и обслуживания, и ухода, и знаний. За один год можно все не узнать. Если прыгать постоянно с одного места на второе, ничего не познаешь, ничего не узнаешь. Это просто поверхностное изучение своей работы и все остальное. Чтобы быть нормальным специалистом, я считаю, надо работать долго и упорно.